приветствую вас в городе лас-вегас сегодня посмотрим с вами легендарный подземный туннель илона маска почему легендарный а вот почему в 2013 году товарищ маск предложил проект подземного вакуумного поезда вообще концепция подземного вакуумного поезда была впервые предложена американским ученым робертом годдардом в 1904 году суть этой истории в том что внутри трубы из которой откачан воздух и должна перемещаться капсула которая приводится в движение с помощью электромагнитной пушки и максимально теоретически максимальная скорость всей этой конструкции 800-1000 километров в час под землей без пробок ну так вот в тринадцатом году илон маск предложил современный концепт вот этого подземного вакуумного поезда преимущество которым тогда называлась в два раза быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда от лос-анджелеса до сан-франциско от один самых популярных тут маршрутов 561 километр это почти как от москвы до питера время пути всего 30 минут 30 минут под землей также отмечалось что этот транспорт не будет подвержен авариям и дорога будет работать от солнечной энергии и поначалу все было бодро и весело создали специальную компанию boring company что в переводе означает или бурильная компания или скучная компания и так и так были построены испытательные полигоны в том числе в городе хоторн где находится штаб-квартира компании spacex куда как раз ездит часто илон маск и где полным-полно пробок и во время тестовых испытаний максимальная скорость этого поезда была 450 километров в час пока что неплохо но потом когда дело дошло до более менее серьезного строительства то есть это масштабного выяснились разные неприятные технические нюансы главный заключался в том что чтобы все это дело построить нужно чтобы этим пользовались люди которые являются в так и написано которые являются миллионерами причем пользовались этим регулярно видимо речь шла о стоимости поездки которая очевидно была бы очень высокой короче все это дело затормозилась но несмотря на весь этот скепсис и хитрые комментарии в соцсетях два интересных факта во первых илон маск все-таки получил разрешение на строительство полноценной трассы гиперлуп трасса длиной 16 половиной километров должна появиться в районе города балтимор и говорят что работы уже ведутся а второй интересный факт на пути от идеи к реализации вот это вот быстрого подземного поезда появилась вот это это подземный автомобильный туннель в котором ездят теслы по словам boring company и илона маска это новое слово в транспортной системе автомобили теслы которые ездят там ездят беспилотно и очень быстро так ли это на самом деле рекламная пауза 55 секунд и посмотрим вот это вот самый мультимедийный ноутбук 2022 года такой начинки в сочетании с классными фишками вы точно не видели смотрите сами первое процессор intel xeon 64 гига оперативки а также видеокарта nvidia rtx a5000 это новейшая архитектура nvidia ампер и 16 гигов видеопамяти если вы занимаетесь графикой рендером видео запускаете другие тяжелые программы по работе этот ноутбук точно для вас второе профессиональный экран 4k о лет и лучше рабочая диагональ 16 дюймов расширенный динамический диапазон hdr и точная цветопередача и это проверено в лабораториях а еще 7 интеллектуальных датчиков 6 тепловых трубок и два вентилятора из прочного полимера этот ноутбук работает тихо и отлично охлаждается ну и самое интересное колесико asus deal для точного управления в разных приложениях pro art studio book pro 16 лет прямо сейчас это лучший ноутбук asus для творческих профессий специальная ссылка внизу очень рекомендуем а вот теперь в туннель tesla специальная ссылка не продолжаем ребятка спасибо что посмотрели специальная ссылка внизу очень ценим что нажимаете на ссылочку central station vegas loop поехали похоже на привычный вход в метро есть у нас лифт и обычный эскалатор спускаемся под землю пока ничего честно грязь супер инновационного вот это красиво но согласитесь красиво так наши действия нас хотим быстро добраться рай вынете go very fast on tesla model x 2 west home yes we need yes this one is ready west home right what's this thing for in the back our wheelchairs wow so we can sit in right perfect passing seatbelt right west home correct why isn't it uh autonomous right now so the city has uh rules and regulations against the use of autonomous driving within city limits but we are not in the city we are under the city yeah why isn't it autonomous yeah it's just the city rules and regulations but they they currently are trying to figure it out so as soon as that clears the system or be fully autonomous what's the maximum speed you can go in the tunnel so it's 30 in the turns and then 40 in the straightaways all going up yes well it's pretty fast the faster than walking on foot actually so we're done yes well thank you it was very fast thank you thank you do you know when do they suppose to launch the the whole the system all the roads so right now they're working on uh roads to all the hotels and casinos for fremont street in the stadiums but we have no set deadline for a while we'll be finished yet so these cars belong to tesla right all of these oh thank you so much thank you thank you thank you thank you thanks ну ребшки кто ничего не понял вообще ничего не понял сейчас вниз сюда сторончика даем значит что только что произошло мы сели в тачку заехали в туннель и выехали из туннеля слушайте надо надо еще что-то надо еще раз прокатиться я ничего не понял я ничего прокатимся так вот model model y подъезжает садимся 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 еще разочек сколько у них тесл посмотрите ну много у нас есть good to go good to go do you need to fasten seatbelt if you wish if you if you wish so it is the law yes no problem i mean is that safe enough not to fasten the seat belt or not i mean in the tunnel this is like this is not a usual road i live on the edge so you can't ask me those questions what do you mean you live on the edge you know i'm free and wild free and wild do i need to do to become a driver in a tesla tunnel is there a special requirements to work here like you for example you just have to have a clean driving record pass the um transportation um alcohol drug test and you need to pass the driver test and the written test computer test is this like fun for you or a job this is my part-time job already every day no no only when there's big conventions are big conventions and if i'm for example from another country can i apply for a job here wow do you like tesla i love tesla i wish i could own one i think it's not hard to buy tesla no but there's a there's a wait time yeah or four weeks or six months depending on which model you want but still you can afford it or not me yes oh no but you can drive it i can drive it and get paid yes do you think the whole thing is worth it the whole tunnel because this is just a tunnel definitely people don't have to walk from you know hall to hall they love it i think it's well worth it yes we heard about traffic jams yesterday in the tunnel yes maybe too much 10 seconds do you think you could drive in the tunnel to los angeles for example for like 40 minutes straight or one hour straight in the tunnel only yes i could no scenery no views just the tunnel yes that was a very fun ride oh my pleasure enjoy your conference okay thank you so much push the button yes all right have a good day have a good day thank you sir thank you давайте начито подведем итог подведем итог это было забавно честно говоря забавнее поговорить с людьми которые водят эти тесла в тоннелях потому что ну сама технология что-то туннели туннель тесла и тесла но много можно хай тескать товарища илона маска много можно критиковать ругаться да вот какую ерунду сделал но знаете над spacex тоже вначале смеялись а что сейчас знаете сами поэтому посмотрим посмотрим куда будет все это двигаться это один маленький участок на начальном этапе они сейчас застраивают весь город и возможно когда-то это будет в автономном режиме и по мнению властей лас-вегаса это как-то лучше и безопаснее но они тут сами решают чем удобнее рельсы вложить или тоннели подземные построить так что ждем ваши комментарии спасибо что посмотрели не супер инновационно но надо подождать надо подождать увидимся пока